всем привет последнее время много вопросов появляется от украинских беженцев о том что сентября не будут платить финансовые пособия и не будут принимать беженцев из украины в этом видео мы с вами с этим разберемся вы увидите официальную информацию узнаете почему так происходит и что с этим делать кому из беженцев отменят финансовые пособия и как будут принимать беженцев из украины в германии сентября но прежде чем мы перейдем делу попрошу вас обязательно написать комментариях под видео ваше мнение если вы уже беженец и находитесь в германии то напишите пожалуйста ваш отзыв какая у вас сейчас ситуация обстановка в какой вы земле и как ситуация с жильем а если вы только собираетесь ехать германию то напишите почему вы выбрали именно германию для спасения от войны в украине и обязательно посмотрите видео до конца чтобы не пропустить важные нюансы и не совершать ошибки а если вам интересно как обстановка в других странах беженцев то рекомендую посмотреть это видео ссылка будет в описании да насчет описания во всех моих видео в описании всегда есть важная и полезная информация для вас поэтому обязательно переходите в описании к видео и ознакомьтесь с этой информацией а теперь подписывайтесь на канал поделитесь ссылкой на видео в ваших соцсетях чтобы помочь всем нуждающимся разобраться с этим вопросом и давайте к делу итак власти германии показали изменения в правилах пребывания для спасающихся от войны украинцев согласно обновлению с 1 сентября германия приступит к учету безвизовых дней пребывания на территории страны до 31 августа все украинцы которые спасаются от войны могут находиться на территории германии без учета дней безвизового режима а с 1 сентября начинается отсчет дней без виза дня въезда в германии учитываться будут все дни начиная с 24 февраля 22 года если граждане украины уже использовали 90 дней немецкого безвиза им нужно до 1 сентября подать заявление на временную защиту или покинуть территорию страны на три месяца чтобы не нарушать легальное пребывание это касается только тех кто находится в германии но не оформил временную защиту а тех украинцев которые оформили временную защиту это не касается и никакую социальную помощь в том числе и финансовые пособия с украинцев снимать не будут ссылка на этот документ будет в описании к видео украинцы которые собираются приехать в германию с 1 сентября 2022 года также смогут легально находиться в стране в течение 90 дней без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты но если у этих граждан пребывание в германии закончится в промежутке с 1 сентября по 1 декабря то они должны будут подать заявку на регистрации временной защиты по 24 парам но нет смысла ехать в германию без подачи на временную защиту потому что без статуса временной защиты вы не получите социального обеспечения то есть финансового пособия жилья право на работу и всего остального и никакой информации о том что новым беженцам из украины не будут платить финансовое пособие в этом документе нету что касается фейка который разгоняет некоторые доброжелатели которые против того чтобы украинские беженцы приезжали германию то в документе отмечается что обновленные правила предусматривает продление переходного регламента о пребывании украинских беженцев в германии до 28 февраля 23 года это должно облегчить пребывание в стране украинцев которые приедут в германию до 20 ноября этого года а вот почему эти доброжелатели разгоняют совсем противоположную информацию я вам расскажу и покажу в новом видео на моем канале так что не переживайте германия принимает беженцев из украины и будет это делать до конца войны до изменения могут быть но если эти изменения будут я обязательно проинформирую вас на моем канале так что обязательно подпишитесь на канал чтобы не пропустить важную информацию кнопочка подписаться внизу под этим видео на этом все спасибо за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока